В поселке Гирсово идет борьба за доходы местной почты. Чтобы обеспечить рентабельность отделения, здесь продают не только газеты и журналы, но и продукты питания. Обязаны ли почтальоны торговать, например, конфетами и соками? Расскажем далее. На самом деле причины не технические, а кадровые. Почтальон поселка Гирсово Лариса Клобукова поясняет. Их отделение не работает, потому что оба его сотрудника на больничном после приезда руководства. Женщина утверждает, начальник главпочтамта района требует с нее реализации макарон, конфет, соков. Заставляет торговать, хотя почта – это не магазин. Мы ему объясняли, что здесь торговля не может. Народ у нас в основном работает в Кирове и также в Мурыгина. И продукты может закупать там. Жителям же, по их словам, руководство объявило – раз стоят продажи, отделение нерентабельно и может закрыться. Ближайшее только в Мурыгина. Почту закроют. А где мы будем платить, получать пенсию? А где платить будем? Говорят, поезжайте в Мурыгину. Мне 9-й, 10-й. Скоро 84 года. Я не могу. Как я пойду платить? Куда-то я поеду. В Мурыгину 50 рублей на съезде, чтобы заплатить все. А мы на Мнобелеве пенсию платим. 8, 9, 7. О закрытии отделения не идет и речи, объяснил заместитель директора по коммерческой деятельности Кировской почты Олег Тарасенко. По его словам, в области 356 нерентабельных отделений. Но в них продолжают обслуживать кировчан. А про реализацию товаров это всегда было, говорят в Глаппочтамте. Приоритетно это выкладка газет, журналов, книг. Дальше идет канцтовары. Дальше у нас идут товары пособного хозяйства. Дальше у нас идут реализация ЖД-билетов, реализация лотереи. Дальше у нас идут реализация моющих, порошки, там все остальное для быта. Постепенно так продукты питания. При этом с реализации товаров Почта России получает десятую часть всех своих доходов. Потому торговля важна, подчеркивают в Глаппочтамте. Здесь уверены, стремиться к росту продаж должны и сами почтальоны. У нас есть мотивационная программа, он получает определенный процент от реализации. И некоторые почтальоны на этом делают очень хорошие деньги. Продают лотерейные билеты, реализуют продукты питания, периодики, книги. Кто хочет и заинтересован, тот получает дополнительные деньги. Выполнить план предприятия по продажам призвана и новая акция «Снова в школу». Второй год в отделениях почты летом будут продавать все констовары. От линеек до рюкзаков. Благодаря этому в Кирове планируют повысить доходы в 2-2,5 раза.